друзья всем добрый день сегодня солнышка хоть нет но на улице хорошо так не жарко димку сегодня утром чуть-чуть так обмыла переодела а вечером уже сама голову помою через день приходится мыть потому что постоянно лежишь и залеживаешься ну у меня тоже вроде там пряха не очень выросла напишите да вопросики также задавайте мы вечером мы соединим видео вечерний будет нас променаж мы ответим на вопросы а сейчас вы видите мы первый раз вышли на улицу сегодня доктор на обходе тоже сказал что перевязку не нужно делать уже второй день на выходные будем смотреть возможно будем начинать снимать швы ну наверно только на предплечье вот здесь так что завтра понедельник день до сегодня воскресенье до сказал понедельник нас обходы каждый день даже выходные дни вот нам мы вышли погулять я хотела сама пойти там что-то с продуктов купить один пойдем и санитар очка зашла жуга говорит сидите на улице погодка хорошая вот ну вот вышли там купили кое-чего это покушать куш кормят отлично ну знаете как вечером иногда что-то хочется как диме булочку какой-нибудь или еще что-нибудь так что да друзья ну мы сегодня снимаем сегодня прощальное воскресенье так что хотим сказать вам всем простите нас друзья если может кого-то обидели словом кого-то делом ну может что-то не так сделали вот так что простите нас пожалуйста вот мы вас всех друзья прощаем такое у нас сегодня видео но она выйдет конечно уже получается ну завтра то есть понедельник да гуляли здесь встретили нашу подписчицу которая живет здесь в луганске это лидия андреевна то что хотим вам еще раз сказать огромное огромный привет спасибо что подошли к нам не постеснялись да очень приятно видите где бываем и все равно где-то кого-то встретим так что огромный огромный вам приветик очень приятно здоровья вам всего всего хорошего ну мы еще погуляем немножко друзья до вечера друзья мы еще гуляем и по знакам где было написано православный храм православный храм в общем вышли здесь вот это прямо пропускник откуда мы где скорая стоит мы туда заезжаем выезжаем здесь вот находится храм дверь открыта тут наверное ремонт может делается раз окна стоят дверь открыта сейчас зайду если все работает поставлю за всех друзья свечечки вот 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Друзья, ну и добрый вечер. Сегодня нет у нас красивого заката. Опять вдалеке туман. Сейчас уже седьмой час. Мы на своем месте. Друзья, ну и как обещали, вам немножечко на вопросы ответим. Там опять писали за руку, что Дима, мы же сказали, что рука как плеть. Ну, что доктор может сказать? Нам сказали, что это все, вот сам даже реабилитолог, что все идет от головы. Ну, есть возможность, можно пробовать, разрабатывать. Доктор показал, как я выходные, субботы, воскресенья его не было. Я с Димой потихонечку занимаюсь. Вот. Ну, конечно, у доктора более профессионально получается. Ну, как могу, еще буду смотреть. В принципе, нужно сначала промассажировать, размять эти сухожилия. Ну, а потом стараться уже разъебать. Ну, микрохирург сказал, что все равно вот эти вот два пальца, которые зажимаются, все равно без операции они не будут работать, ну, не развернуться. Вот так они только будут. А те, а, ну, и большой, наверное. Ну, там уже они будут смотреть это. Так что, надеюсь, поедем, когда по реабилитационный центр, чтобы там позанимались. Все равно какая-то надежда есть. Там ты имеешь в виду? Ну, конечно, да. Покажут, как правильно. За мячик, вот вы говорили. Дима, реабилитолог, сказал, на ночь обязательно мячик держать в руке. А днем, вот, держит, можно делать час, допустим, или полчаса, ну, перерыв можно вытаскивать. Это, когда он кушает за голову, закидывает руку. Не то, что прям поставил, и постоянно. Периодически нужно давать руке тоже отдыхать. Да, у него же там, получается, оно же напряжно постоянно. И Дима говорит, что рука не имеет. Поэтому постоянно он сказал, тогда не держите. Еще спрашивали, говорили, чтобы пока мы тут в больнице, как можно больше врачей пройти. Ну, друзья, это здесь не так уж и легко. Я тоже думала, полежим, тут можно всех специалистов пройти. Мы невропатолога неделю целую ждали. И то она быстренько прибежала, так посмотрела, запись сделала. Ну, самое главное, то, что мы хотели, просили, запись сделала насчет лекарств. Ну, да, в отделении это нужно у себя сначала пройти, специалистов. Если специалист узкий у нас в Брянке, допустим, не такая квалификация, или попросить, или считает нужным, чтобы поехать в область и там проконсультироваться. Помните, как я тогда просила невропатолога, чтобы нас сюда направили, и хирурга, и травматолога. И они писали, не они посылают, а по настоянию родственников. Просто себя снимает ответственность, что у них не хватает квалификации, допустим, вот, чем помочь. Поэтому это не так легко и просто, что даже прийти в отделение и сказать, вы посмотрите нас. Поэтому, друзья, мы и рады. Думайте, мы просто так. Естественно, мы тут все пробивали почву. Мы тут микрохирурга замучили. Он в день по несколько раз и медсестре говорил, делай заявку, делай заявку. Утром приходит на под и сразу спрашивал. Не было невропатолога? Мы же говорили, что не было. Он говорит, все, там была заявка. Говорит, мне в нервное отделение идти. Говорит, не пойду, пока не придет к вам. Так что, видите, как дашь на дашь. Бартер на бартер. Так что это не все так уж легко и просто. Так, ну, был еще такой комментарий. Никто вас здесь, из Луганска, не приходит проведывать. Ну, сегодня, видите, как мы встретили нашу подписчицу. Ну, во-первых, кто нас, может, смотрит, это надо, наверное, знать фамилию. Это, ну, смотрят, да, по каналу. Может, никого как-то и нет, голову не приходит там прийти проведать. Это, да, гостиницы нам никакие, как говорится, не нужно. Тут все можно выйти купить. Вам благодарны за то, что вы хоть копеечка, ну, помогайте немножко. Поэтому мы сегодня гуляли, могли пить и все. Так что спасибо огромное. Ну, было очень приятно встретить подписчицу. Да, я уже говорила, да, она, это, сначала стеснялась. А я же смотрю как-то, вот уже чувствую, что человек вроде как и проходила, не знаю, с внучкой, наверное, приостановилась, посмотрела. Вроде опять идти, опять осталась. Потом все-таки решилась подойти. Может быть, сомневалась. Ну, я думаю, что вряд ли, потому что раз видео наши смотрят, знают, что мы тут лежим. Вот, ну, очень приятно. Спасибо за пожелания. Спасибо за пожелания, да. Всех, всех, всех. А блинчиков мы уже дома нажарим, наедимся за все праздники, и за вас, и за себя. Из-за того дядя. Из-за того дядя, да. Так, был еще вопрос такой, как Дима на кровати поворачивается. У нас тут диван большой. Ну, Дима практически все время спит на одной стороне. Ну, если я слышу, он начинает чуть как бы подхрапывать на спину, он может повернуться, лечь. Я спрашиваю, повернуть тебя или нет. Там неудобно, конечно. Матрас такой, это как клеенчатый. Это немножечко, конечно, прогнутый. Поэтому мне нужно сначала ему голову и плечи подвинуть. А потом уже ноги за шорты тяну, чтобы развернуть. Само не повернется, да. Там ему эти спинки в кровати поднимаю, чтобы он не свалился. А ты боится. Да, боится. А то мало ли еще, знаете, еще с рукой болит. А то упадет. Так, ну, там еще вопрос был, делаю ли я сама, Диме, это массажи. Я уже ответила, что, да, на выходных я сама делала, тихонечку. Но я очень устаю. Прям руки, вот я начинаю чуть растирать. Все, руки аж немеют. Тяжело, устаю. Не знаю, я же говорю, я не плаваю. Потому что два раза за грибой руками, и все. И устала, не хватает мне кислорода. Вот, идет такая сильная усталость в руках. Но это у меня все время так было. С детства, сколько я себе помню. Что-то физически вот так делать. Ну, хоть немножечко так вот поразминаю, а потом стараюсь уже разъебать. Так, а еще был вопрос насчет, как разрабатывать больную руку. Ну, естественно, там, вот здесь, я уже говорила, что если снимут, то там внутри, конечно, еще рано снимать. И, естественно, кожа тоненькая, не будешь так разминать. Пока это полностью огрубеет. Вот эта кожа, которая внутри у нас, ну, видите, ну, как грубоватая. А у него очень мягенькая. Пока она... Да, если даже резко что-то это, она у него трескается. Поэтому надо, чтобы пока она в таком виде, ну, может, пальчики буду как бы разминать. И сухожилия это тянуть, чтобы рука не сворачивалась. Пока она там у него загрубеет. Все, конечно, будем у врача консультироваться и спрашивать, когда все это нужно делать. Ну, да, мы, чьего реабилитационный центр, во-первых, там покажут комплекс упражнений. Все мышцы, как, допустим, разрабатывать, в какую сторону, буду стараться запоминать. На них буду на видео снимать, как будут делать, чтобы потом можно было в любой момент, ну, как бы, посмотреть. И потому что все равно это все забывается, если будет много информации. Так что вот такие дела, друзья. Задавайте, задавайте вопросы. Всем огромное спасибо за все, друзья. Всем огромное-огромное спасибо за все, друзья. Дима говорит, еще раз простите нас за все. Всем-всем доброго вечера, доброй ночи и всего-всего хорошего, друзья. Хорошего дня. Ну да, видео уже выйдет на следующий день, получат. Так что хорошего дня. В общем, всего, друзья, вам хорошего. Делимся с вами позитивом, хорошим настроением. Всем-всем хорошим. До свидания. Хочу, что ты так кривишься. Устал уже разговаривать. Ну все, всем пока-пока.